Авторская программа Андрея Усенко. Пять слов. Для этого разговора я пригласил сегодня к себе в студию человека, который много лет профессионально занимается этими вопросами. Представляю вам Андрея Викторовича Пушкарева, генерального директора компании «Имлайт Шоу Техника». Добрый день. Здравствуйте, Андрей. В нашем представлении «Имлайт» — кировская компания, которая занимается в основном светом, звуком, организацией концертов. Я знаю, что за этим скрывается гораздо больший спектр деятельности. Сориентируйте слушателей, что сейчас, что такое сегодня «Имлайт Шоу Техника». Сегодня уже компания, так как 23 года, то есть фактически это уже большой холдинг, где работают более 500 человек, то есть это различные направления, это пять видов только производства, то есть у нас два своих небольших завода, то есть мы производим различные металлоконструкции, алюминиевые и металлические, то есть механооборудование, электронику, то есть все, что связано, опять же, с индустрией развлечений, все, что связано с концертной зрелищностью, с театральной деятельностью. Также мы занимаемся прокатами, организацией также концертных программ и проектов. Ну, в общем, одна из, может быть, таких ключевых, это решение комплексных проектов, это оснащение театров, оснащение дворцов спорта, ну, так скажем, под ключ. Все, что касается, так назовем, какой-то внутренней политики для города, то мы, это организация какой-то клубной жизни, это в лице, там, Гауди-холл, развлечения. Массовые мероприятия. Ну, да, то есть проведение, то есть, в принципе, мы были первыми компанией, которая создавала и первые клубы, и первые концерты западных артистов, и такие приезды, как «Машина времени», «Бонием», там, также это вот «Колизей», где у нас и киноконцертный комплекс, сейчас открылся «Боулинг», то есть, ну, в общем, компания такая многопрофильная. Ну, и с Кировом, насколько я понимаю, связано все-таки много, но при этом основные объемы деятельности компании, наверное, приходятся на другие регионы и даже страны, насколько я знаю. Ну, да, непосредственно, как бы, в общем, Киров является некой базой, здесь у нас все, что связано с производством, с монтажом. То есть, производственные мощности здесь находятся, вот те два завода, которые вы управляли, это здесь. То есть, Москва, это в основном, это коммерция, то есть, там у нас коммерческий офис, там работают около ста сотрудников, там у нас склады, магазины, то есть, все, что все равно, так устроенная экономика России, что все пути ведут, скажем, через Москву. Через Москву, да. Да, и понятие Киров очень такое, ну, сложно для восприятия. Ну, об этом мы поговорим еще отдельно, о бренде региона, о том, как это помогает или мешает вашей деятельности, но не собираетесь уходить из Кирова? Нет, а здесь нас все устраивает. То есть, в принципе, с точки зрения, там, осуществления своей деятельности и вот... Ну, по построению бизнеса, да, то есть, как бы, в принципе, вот эта модель, когда это именно разделение двух офисов, которые именно определяет Москва, то, что имеется коммерческое, а все, что производство и такое финансовое, это как бы в Кирове. Где больше сами времени проводят? Ну, я для себя определил такой статус гражданин мира, то есть, я, ну, по своим расчетам, примерно получается, что где-то, там, 25% я за границей, 25% я в Москве, 25% я еще в каких-то городах и 25% в Кирове. Ну, такой вот средний алгоритм, то есть, вот, буквально, там, вот, воскресенье, там, опять в Германию. Мы, вот, в понедельник вернулись с одной выставки, вот, уже следующая, там, следующая командировка, то есть, как бы, постоянно, вот, и не только я, как бы, и наши сотрудники постоянно, там, вот, в этом уже году и семинары в Голландии, во Франции, то есть, в Германии, то есть, мы постоянно сейчас обучаем людей, потому что без знаний, то есть, это самое главное, наверное, сейчас, как бы, инструмент, это люди, и их нужно грамотно, как бы, использовать и обучать. Ну, я думаю, что об ваших путешествиях мы, и о том, как это связано с вашим бизнесом, мы поговорим отдельно, но вот так, для наших слушателей, вот, ту цифру, которую вы мне уже говорили, чтобы было на что ориентироваться, сколько стран в активе? 117. 117 стран. А сколько осталось? Ну, еще, больше, еще половины, я думаю, что... Еще хватит, да? Андрей Викторович, возвращаясь, все-таки, к разговору о бизнесе, о том, чем занимается ваша компания, вообще, вот, сфера развлечений. Уверен, вас уже много раз спрашивали о том, как вы начинали свой бизнес, вы сейчас сказали о том, что 23 года, соответственно, там, 89-й год, насколько я понимаю, да, там, стартап компании. Не буду повторять этот вопрос, не будем сильно углубляться в историю, все-таки, в большей степени меня интересует, там, нынешнее время и будущее, но мне было бы интересно услышать от вас и постараться понять и донести до наших слушателей, как возникло решение заняться именно производственной частью бизнеса, да, ведь это одна из самых, там, сложных сфер деятельности. И как пришли к созданию собственного производства, оправдались ли связанные с этим надежды и ожидания, и является ли это до сих пор, там, приоритетным направлением, делаете ставку на это? То есть, вот, именно производственная составляющая работы вашей компании, вот, вопрос с ней связан. Ну, понятно. Ну, в те, так скажем, перестроечные годы, когда все это начиналось, в нашей стране было, тогда еще она называлась СССР, у нас была большая техника была в дефиците, то есть, опять же, все, что связано было с оборудованием, оформлением, что театров, что клубов, вся техника по определенным распоряжениям, разнарядкам, то есть, нужно было заранее, там, делать заявки, то есть, это, ну, было определенным дефицитом, то есть, это нас, в общем-то, и толкнуло на то, чтобы самим попытаться что-то, там, как бы, ну, изобретать. То есть, и уже, там, в начале 90-х на заводе «Эвитек», потом на «Маяке», то есть, мы размещали, там, ну, какие-то первые, так скажем, заказы. Понятно, что вот, ну, наверное, всплеск, так скажем, нашего производства произошелся на 98-й год, когда был большой кризис, когда рынок рухнул, и когда... — Импортные аналоги стоят несопоставимые деньги, да. — Да, да, стало дорого, и тем более мы, в общем-то, прикрывались таким брендом, как все сделано наоборот, ну, так как мы все-таки оборонным было предприятием, у нас и конструктора были с «Эвитека», которые, там, запускали космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной. И поэтому, в общем-то, это сыграло определенную нам на руку, то есть, с одной стороны, к российскому оборудованию, которое в то время называлось там «Совковым», ну, как бы относились в определенной мере с недоверием, но так как у нас это была оборонка, то есть, это, в общем, было таким каким-то брендом, что это все-таки это было достаточно надежно, потому что все-таки это действительно было так, то есть, и хочу с гордостью сказать, что есть приборы, которым уже, там, 20 лет, и они до сих пор работают, то есть, ну, вот такие были и комплектующие, и люди, и руки. Но, если говорить о сегодняшнем каком-то моменте, несомненно, все очень, как бы, сложно, то есть, в какой-то момент мы пытались очень, так скажем, интенсивно развиваться и пытались выходить на европейские рынки, несколько раз мы выставлялись в Париже на выставках, но, скажем, имели определенную, скажем, фиаско, так как отношение именно, даже не к нашей компании, а в целом, как бы, к стране, оно является, ну, все равно отношение к странам третьего, так скажем, уровня, то есть, мы для себя, допустим, у нас последнюю выставку, там, Парижа вспоминать, там, по-моему, 99-й год, или, ну, да, 99-й год, то есть, мы приехали с точки, у нас был такой слоган, европейское качество, азиатские цены, то есть, ну, мы определяли, что, если, допустим, прибор, там, китайский стоит, там, 100 долларов, европейский 300, у нас 200, и мы считали, что мы, вроде бы, нашли вот соотношение цены и качества, ну, некую золотую середину, и считали, что у нас все, у нас будет замечательно, но, к сожалению, европейские наши, значит, потребители нас сравнивали не с итальянцами или, там, с французами, а сравнивали все равно с китайцами, там, все наши попытки бить себя в грудь, что мы настоящие... В эту качественную нынешу попасть не получилось. Да, то есть, вопрос просто, в первую очередь, это, как бы, бренд. Хотя, в общем-то, мы, несомненно, и продавали и в Испанию, и во Францию, даже, там, была дискотека оснащенная, которая плавала, там, по реке Сенов в Париже, то есть, ну, какие-то, ну, это очень сложное, конечно, вторжение, после чего мы, как бы, больше переориентировались на российский рынок, и уже, то есть, сейчас мы, в общем-то, продаем в Европу и вообще в мир, то есть, в 20 стран мира, но продаем под итальянским брендом, так как, в общем-то, вот, сочетание именно, то есть, отношение к Италии, то есть, мы, как бы, ну, делаем по, для, под итальянской маркой. Вы просто продаете оборудование или реализуете проекты? Нет. Все, что касается, в основном, вот, оборудования, если говорить по мировым поставкам. Вот сейчас у нас интересный заказ, там, по Южной Америке, но единственное, что, как бы, у них очень жесткий, как бы, свой рынок, они защищают, это самый, в общем-то, развитый, ну, такой развитый, то есть, вот, особенно Бразилия, то есть, у них вечный карнавал, то есть, постоянные праздники, очень... Там все это востребовано. Да, самая такая, как ни странно, страна, которая больше всего поглощает, вообще, вот, всевозможных технологий. Больше всего веселится. Да, как-то у них все очень, так, интересным. Андрей Викторович, ну, вот, с точки зрения, все-таки, вот, выхода на международные рынки, отрасль достаточно конкурентная, да, и вы сказали о том, что существует, там, ценовое деление, деление по качеству. Все равно, там, ну, какие-то ваши ожидания не оправдались, но вы сейчас, там, с 20 странами работаете. Насколько, все-таки, для компании, вот, работа на международных рынках является, ну, некой, там, с неким стимулом для собственного развития, то есть, вы ощущаете то, что, вот, это, ну, способствует развитию компании? Ну, я думаю, что это больше, скажем, ну, как некий мастер-класс, то есть, ну, вот, мы, скажем, там, 5 лет назад, там, строили проект в городе Дубай, там, для одного из шейхов, то есть, ну, это была, во-первых, ну, достаточно интересная, как бы, школа, то есть, там, проектированием занимались, там, немцы строили, индусы, мы, ну, занимались, там, технологиями, потом занимались обеспечениями, ну, это такой проект, такой, а-ля Муленруш, то есть, где было танцевальное шоу, там, ну, то есть, и для нас это была такая, ну, интересная, как бы, школа. Ну, вот, работали мы еще в Болгарии какие-то, строили клубы, вот, в Арне, то есть, ну, это больше, ну, такая, ну, все равно, скажем, школа, то есть, никакие-то, то есть, достаточно, там, жестко, потому что, ну, вот, по Дубаем, там, были и немцы участвовали, и итальянцы, то есть, как бы, конкуренция, естественно, там, была достаточно, там, высокая, ну, сумели мы, там, в общем-то, победить. Помогает потом в России вот этот репутационный фактор? Да, несомненно, это самое главное, там, может быть, в определенном мере, это уверенность, да, то есть, все равно, как бы, как любой, там, бизнес, любой проект, то есть, одно дело, там, как произвести, там, продукцию, так же, как и знать свое, там, дело, там, второе, это 50% успеха, это, в любом случае, это продажи, это, в определенной мере, это искусство, то есть, это быть, самое главное, быть в себе уверенным, то есть, это, ну, очень важно, там, как бы, вести переговоры, то есть, так как, допустим, мы, у нас сейчас география нашей компании очень большая, мы работаем сейчас, у нас объекты и в Южно-Сахалине, Сахалинске, сейчас, вот, у нас ранее, у нас летний театр в Ингушетии, работали мы и в Грозном, подсвечивали мечеть Ахмада Гатырова в Дагестане, то есть, ну, как бы, география, причем, поверьте, то есть, работать в таких регионах очень сложно, там, начиная с того, что сейчас мы по Ингушетии, там, уже идут авансы, идут какие-то, там, проплаты, там, получить какие-то договора подписанные, там, ну, там, все, там, ты что, мне не веришь, то есть, ну, какие-то, вот, разговоры, там, совсем, ну, немножко другие каких-то, да, понятия. Своя структура взаимоотношений. Ну, вот, кстати, возвращая, вернее, как бы, развивая эту тему, то, что вы сказали, что работаете и на зарубежных рынках, и во многих регионах России, у нас сейчас очень активно муссируется тема, там, брендирования региона, да, она так перманентно то затихает, стихает, то благодаря каким-то заявлениям, там, возвращается вновь в такое актуальное информационное поле, по вашему ощущению, ну, там, не буду задавать банальный вопрос, там, знают ли Киров, там, в России, да, там, но более сильный бренд региона мог бы, помогал бы вашей компании, там, в продвижении своей продукции, надо бизнесу, чтобы регион был забрендирован, там, запозиционирован в внешнем поле, будет это бизнесу содействовать, и наоборот, является ли негативным моментом для бизнеса, там, отсутствие у региона собственного бренда? Нет, ну, несомненно, как бы, для нас даже вхождение, там, начиная с того, там, когда мы входили в рынок, там, Москвы, достаточно было сложно, там, потому что, действительно, город Киров, там, для многих вообще оставался, там, загадкой, и где это, и почему это, ну, как бы, ну, то есть сейчас уже просто за счет какого-то времени, за счет, там, опыта, и то, что мы уже наработали, ну, то есть, как бы, людей это, в определенной мере, там, не пугает, потому что, конечно, для многих, там, регионов, если выставляется, ну, всегда, там, всегда идут, там, тендеры, то есть, иногда бывает, там, по 15 компаний участвуют, это, ну, условно, со всей стороны, там, Москва, Питер, там, нижний, там, как бы, и понятно, что на старте, там, ну, понятие, там, Киров, Москва, Петербург, то есть мы уже, ну, на старте проигрываем, то, что у нас бренд сам по себе, как бы, слаб же, дальше мы уже должны чем-то побеждать, там, за счет, там, каких-то, там, других, там, своих талантов, ну, в общем-то, ну, чего мы, как бы, в принципе, достигаем, но в этом есть определенное, хотя, допустим, какие-то, ну, скажем, переговоры, какие-то мы ведем, ну, скажем, интернационные, ну, как, допустим, мы сейчас ведем переговоры по оснащению, там, Кремлевского дворца съезда, но мы там выступаем пока именно как имлайт, как московская компания, потому что там достаточно очень, ну, сложное, так, скажем, так, скажем, видение, мышление, то есть мы там, причем, работаем... Есть сомнения, может ли компания из региона там выполнить эти работы? Ну, там даже вопрос стоит для вот этой площадки, даже стоит вопрос вообще, не то, что Кира, вообще российской компании, то есть, ну, как бы, там вопрос стоит о том, что должны замеры, там, сделать, там, англичане, то есть это все должно быть вообще уровнем, обучение должно быть в Америке, то есть там требуют... То есть, опять же, сомневаются, может ли российская компания там обеспечена. Да, там, то есть, как бы, совсем другие требования, и поэтому достаточно приходится там где-то политически, и поэтому, так как у нас уже 13 лет существует офис в Москве, там, около 100 сотрудников, то есть, в принципе, мы, так как и обычно на переговорах участвуют и московские сотрудники, у нас все равно такая, ну, условно, сборная там Советского Союза участвует. Поэтому мы, понятно, что где-то используем бренд Киров, где-то он нам, ну, где-то помогает в чем-то... Хорошо, а тогда, на ваш взгляд, вот, взгляд человека, который, ну, много и городов повидал, и, собственно говоря, сталкивался с этими ситуациями, в чем может состоять, каким может быть бренд нашего региона, на чем надо сакцентировать, чем мы, может быть, отличаемся тогда от других? Ну, сложно. Каким вы видите бренд Кирова и Кировской области? Бренд Кирова? Ну, тут так каким-то однозначно не сказать. То есть, с одной стороны, понятно, что это в основе был, ну, изначально промышленный город, военный, но другое дело, что за определенное время сейчас, ну, так скажем, растерялись определенные, как бы, какие-то кадры. Даже когда вот мы открывали свой завод, когда мы покупали, там, ну, дорогие японские лазерные станки, для нас было, ну, найти специалистов проще, ну, как бы, молодых, там, обучить. И мы столкнулись с тем, что нету реальных токарей. То есть, ну, то есть для меня было вообще, ну, определенным открытием, что в городе, где фактически, там, ну, на каждом углу, скажем, заводы, то есть получается, что вообще как класс определенный, то есть очень сложно. То есть, и получается, то есть, казалось бы, то, чем город был силен, именно своей какой-то промышленностью, то есть все равно, там, ну, машиностроением, то есть это как-то все ушло, там. То есть тут, ну, понятно, что это сложно, либо это должны быть какие-то специальные экономические, там, программы, там, развитие, там, ну, не знаю, тут вопрос уже такой, может быть, макроэкономики. — Возвращаясь к проблематике тогда, ну, по рабочим кадрам, понятно, не зря даже, там, 12-й год объявлен годом человека труда в Кировской области. Вообще наличие собственного производства, ну, преимущества понятны. Проблемы, которые в связи с этим возникают. Вот два завода работают в городе. Есть сложности именно с производственным процессом с точки зрения взаимодействия с государственными органами. Мы часто слышим о том, как сложно строятся отношения, там, с пожарниками. — Ну, тут вопрос такой, конечно, конечно, ну, это, может быть, они существуют, эти внутренние какие-то, там, вопросы, проблемы, но нас больше волнует внешне то, что есть большая конкуренция в лице, там, как бы, Китайской народной республики. И так, как если учесть, что, допустим, то есть мы занимаемся производством оборудования, которое связано, то есть, допустим, там, световые приборы взять, к примеру, да, то есть все оптические заводы, то есть Ламо, Беламо, то есть все закрылось, то есть, как бы, нет электроники, нет механики. То есть, по большому счету, получается, мы сталкиваемся с тем, что нам приходится все комплектующие брать либо в Европе, либо в этом же, там, Китае. И понятно, что мы, в первую очередь, становимся, как бы, конкурентами с этими же, то есть, если бы мы были, скажем, не в какой-то производственной зоне, где все сами производим, а то получается, что у нас по-любому даже, там, краска, там, финская, то есть, и получается, что у нас, как бы, производство такое относительно российское, да, потому что все комплектующие, ничего, то есть, то есть, как бы, нет инфраструктуры для развития. А перспективы есть у нас в этом смысле у страны? Вопрос такой сложный. Ну, естественно, мы, как бы, в этих ищем какие-то ниши, то есть, нельзя сказать, что все, там, плохо, да, то есть, как бы, потому что, ну, китайские, там, производители тоже, они, ну, как бы, развиваются тоже в каких-то сегментах, то есть, каких-то они сегменты не понимают, там, то есть, мы сейчас, ну, вот, пытаемся, там, новое направление, это уличные светодиодные, там, ну, светильники, просто, вообще, целое направление, потому что, ну, мы считаем, что это перспективное, то есть, как бы, то есть, ну, это вот новое, как бы, направление, которым, допустим, для, опять же, китайцы пока не сильно в этом, ну, то есть, ну, другое дело, что они очень быстро все это... Гораздо быстрее, чем мы, подхватывают. Да, то есть, у нас все равно, мы более инертные, то есть, все равно, вот, работаем со многими, там, китайскими компаниями, понятно, что они по-другому организованы, там, принцип трудовой коммуны, то есть, они, это предприятие, это закрытая площадь, то есть, там, люди, которые приезжают, там, из небольших, там, городов, там, сел, то есть, им предоставляется тут же, значит, жилье, тут же предоставляется питание, они фактически тут, у них один день выходной. Ну, и работать они готовы иначе, чем наши. Да, и другая, как бы, отдача, как бы, то есть, даже при том, что, как бы, я был, там, на многих заводах китайских, там, достаточно дифференцированно, то есть, как бы, там, от 100 долларов и до 2000 долларов, то есть, зарплаты очень, так, то есть, нельзя сказать, что у них все очень дешево. Вы размещаете какие-то заказы на производство в Китае? Да, размещаем. То есть, мы, светодиодные экраны, много всего, то есть, как бы, то есть... Потому что не можете делать здесь или... Ну, дешевле, то есть... Экономически. Экономически, да, то есть, все равно развитие, если взять, там, опять же, светодиодные, там, технологии, то есть, практически, сами производители самих светодиодов, там, чуть ли там, не каждый месяц производят новое, более мощное, удешевляет, то есть, рынок постоянно, ну, очень подвижный, то есть, как бы, и наши разработки, которые мы можем потратить год, они уже, там, через три месяца могут все уже... Уставить. Вся комплектующая база изменится. Хорошо, Андрей Викторович, ну, мы поговорили о проблемах, но все-таки есть же некие конкурентные преимущества. Ну, несомненно... В чем они у нас, за счет чего удается, вот, столь, ну, так, серьезно заниматься этим делом, развиваться и, ну, занимать достаточно такое, ну, весомое положение, там, в российской системе, в этом бизнесе. Ну, тут мы подходим именно, почему я говорил, вот, про комплексные проекты, именно в сочетании, так скажем, некого симбиоза, да, то есть, используя все, скажем, свои, там, сильные какие-то стороны производства, там, и, допустим, используя, там, лучшие, там, какие-то европейские или мировые, там, в общем-то, наработки, то есть, и за счет этого, ну, получая какую-то некую среднюю цену за средний какой-то, средний хороший результат. То есть, в основе сейчас, вот, если идет борьба, ну, на объектах, то идет борьба, там, не самих, там, брендов, там, скажем, там, JBL, Mayer Sound, идет, там, ну, борьба именно интеграторов, то есть, те компании, кто, значит, занимается, там, уже непосредственно проектами. Вот, буквально в понедельник вернулся из Франкфурта, где проходила выставка Music Mesa, значит, ну, там ежегодно проходит подведение различных, там, итогов, и, скажем, по номинации, там, компании DTS, это одна из таких ведущих итальянских компаний, там, мы получили, там, три реальных награды, это одна награда за оснащение драматического театра в городе Ижевске, это Короленко, и оснащение цирка Запашных, это, вот, Камелот проект, то есть, вообще, мы с цирком Запашных очень много лет уже сотрудничаем, и, самое интересное, награду мы получили по продажам вращающих голов, то есть, ну, так как много, вот, таких больших проектов, и даже, вот, причем, принимало участие 45 стран, и мы даже сумели победить борзильцев, вот, в футбол мы их не можем, а вот здесь по продаже голов, то есть, к тому, что... На их же поле, что называется. Ну, да, то есть, пытаемся, с одной стороны, учиться и использовать, там, опыт именно лучших европейских и мировых компаний, использовать здесь, брать какую-то основу, скажем, специалистов, то есть, и вот, за счет этого, ну, в общем-то, побеждать. Ну, вот, не могу не задать вопрос, он непростой, такой, вы участвуете в оборудовании многих объектов, которые строятся по госзаказу, соответственно, участвуете в конкурсных процедурах, выигрываете их, много с этим сталкиваетесь, вот, то представление о, там, грандиозной коррупциогенности, коррупционной составляющей в данных процедурах, в конкурсах, в ситуациях с этим связано, приходится ли сталкиваться, насколько это действительно является проблемой для бизнеса, и, ну, вряд ли мы сейчас с вами, там, сформулируем некое предложение о том, как это решить, но является ли это критичным с точки зрения ведения бизнеса вот в вашей сфере? Ну, несомненно, все присутствует, мы не в отдельном каком-то существом пространстве, понятно, что мы в общем каком-то поле, то есть, понятно, что разные, как бы, происходят истории, там, вот так как мы уже, там, скажем, за последнее время, там, наработали определенный, там, опыт, и во многих регионах мы уже работаем, там, по пять лет, и у нас уже сложены, там, какие-то отношения и с руководством, и, там, скажем, ген-подрядчиками, с ген-проектировщиками, то есть, и нас уже, ну, по большому счету, на многие объекты просто как-то рекомендуют, то есть, все равно, ну, в определенной мере, если, там, в драмтеатре, там, Пензы, да, там, когда был, там, Владимир Владимирович Путин и сказал, там, поблагодарил, там, губернатора, там, господина Бочкарева о том, что, там, в такие сроки был возведен, там, театр и поблагодарил всю, там, команду, соответственно, там, в дальнейшем уже, там, следующие, там, все объекты, которые, там, вот, строятся сейчас Сложно придумать более лучшую рекомендацию Ну, да, как бы, да, и причем, как бы, самое интересное, что оттуда был тогда прямой телемост с Астраханским, значит, губернатором по музыкальному театру, который мы, опять же, там же сейчас работаем, вот, мы сейчас там тоже, да, оснащаем, как бы, то есть, в принципе, мы работаем на всех таких площадках, которые, ну, и обычно всегда так получается, что все крупные проекты, они либо, вот, конечно, приурочены приезду, либо, там, президента, либо премьер-министра, то есть, в общем, все равно, как бы, там, нам приходится взаимодействовать с властью. Ну, в общем, как в институте, там, первые два курса, ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя, то есть, здесь, благодаря сложившейся репутации, вам удается, ну... Ну, поэтому, да, мы очень, там, бережем, там, то есть, если мы, там, скажем, в Саранске пять лет на знец сделали первый, там, драматический театр, там, дальше мы, соответственно, получили уже подряд оперный театр, сейчас, там, дворец спорта, филармония, там, причем достаточно, там, если учесть, что такая, там, ну, такая тоталитарная власть, там, и, там, ну, ослушаться, там, президента, ну, там, очень сложно. Но сталкиваться приходится. Ну, да, то есть, ну, там, ну, вот ситуация, предположим, там, идет планерка, там, по оперному театру, там, и когда, там, говорит губернатор, ну, ихний президент, там, то есть, люди просто записывают, нет никаких возрождений, и когда... Какие конкурсы, да? Да, то есть, когда, то есть, вдруг со стороны, там, ну, нашей, допустим, говорим, что там совсем не так, там, там, что-то по, там, оснащению, там, сцену, говорят, ну, вроде, кто это такие, откуда, то есть, как это посмели, там, возражать, то есть, ну, и если, опять же, люди видят, что это все делается, скажем, профессионально, то есть, в общем-то, есть доверие. И, конечно, там, нам приходится, там, уже в дальнейшем, ну, не терять, так скажем, свои, так скажем, те... Поддерживать репутацию. Да, и это же Астрахань, мы делали, там, несколько, также, театров, там, и тюсы, и драматические театры, и филармонии, поэтому, в общем-то, музыкальный театр тоже, мы там, ну, то есть, во многих регионах мы уже присутствуем, там, по пять, по семь лет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы также, вот, много перечисляли объектов, сделанных в Кирове. Ну, почему? Театр Кукол, драматический театр, тюс. Пусть их будет больше. Это программа «Пять слов», у микрофона Андрея Усенко, у меня в студии сегодня в гостях Андрей Викторович Пушкарев, генеральный директор компании «Млайт Шоу Техник». Вернемся к разговору после короткой рекламы. Авторская программа Андрея Усенко. Пять слов. И наверняка в поездках вы занимаетесь не только тем, что отдыхаете, получаете какие-то впечатления, но и приобретаете опыт, который потом впоследствии используете в работе. Насколько это соответствует моим предположениям о действительности? В чем действительно помогают поездки в последующем в работе? Как сочетаете вот такую страсть к путешествиям и столь активную деятельность в бизнесе? Ну, несомненно, то есть как бы поездки очень сильно помогают с точки зрения ведения бизнеса. То есть, скажем, первое мое посещение Америки, 96-й год, Лос-Анджелес, после чего возникло, когда мы переставили кинотеатр Колизей, создание сказочного острова, то есть именно Диснолэнда, такого Диснолэнд на вятке такой, то есть вот уже ему этому проекту больше 10 лет. Ну, несомненно, как бы в каждой стране практически, то есть так как мы связаны с индустрией развлечений, то есть я посещаю мюзиклы, посещаю театры, такие как Сиднейская опера, в Лондоне, в Нью-Йорке, то есть практически все премьеры. То есть мне неинтересны с точки зрения там как бы и самого материала, но и какие новые технологии именно применения, не только как бы оборудование, то есть там в Гонконге лазерное шоу. То есть, в общем-то, из этого мы тоже, так как сами занимаемся организацией проведения всех этих проектов, для нас все равно, ну, должно быть какое-то там мерило, к чему мы должны стремиться. Если там вернуться еще к истории, ну, начала вот производства, да, то есть я помню, когда мы только с определенным оптимизмом начали создавать приборы, они начали хорошо продаваться, и когда я в первый раз увидел, значит, настоящее шоу там Пин Флойда, то есть для меня был это там шок, то есть мы были настолько были, скажем, в полном разочаровании, то есть то, что мы делаем, мы поняли, что мы никогда этого не достигнем. Хотя было интересно, что в 99-м году на выставке в Париже наш стенд стоял рядом с компанией «Хамелеон», это та компания, которая производила оборудование, значит, и было интересно, такие седовласные дядьки, которые стояли там, наблюдали за нами, ну, как бы, то есть мы у них там брали какие-то лестницы, еще что-то, я вообще не понимаю, что за русские тут что-то суетятся, бегают, те там как-то очень так размеренно, спокойно, ну, вот такой был уровень. То есть, несомненно, как бы, изучение, как бы, так скажем, опыта других стран помогает в бизнесе. Ну, тогда спрошу, вы недавно вернулись из поездки, снова собираетесь, что нас ждет в ближайшем будущем? Что присмотрели, что привезете там? Ну, проектов-то очень много, как бы, ну, так как занимаюсь, ну, много интересного с точки зрения, там, древних миров, то есть, вот, посещение там, особенно было на Ябске интересно, это вот, Нанмадол, это Микорнезия, то есть, ну, больше-то, это все-таки другие цивилизации, когда платиновые гробы, там, шестиметровые скелеты, то есть, ну, вот такие таинства, то, что не разведывается. Ну, то есть, ну, это действительно очень сильные, так скажем, места, то есть, реально, у меня там вылетел один фотоаппарат, в другой фотоаппарат, там, какие-то пятна пошли, камера там полетела, там, звук, то есть, ну, достаточно сильно энергетически, там, ну, как бы, там, считается подземный город мертвых, там, то есть, ну, много всего, там, много мистики, и долгое время вообще местные жители вообще боялись туда, вот, на эти острова вообще попадаться. То есть, так что, ну, вот, все равно это тянет именно познание и прошлого, и настоящего, ну, и понять, что же нас ждет в будущем. Ну, и, я так понимаю, в бизнесе вы тоже это используете? Ну, несомненно, как бы, да, то есть, тут все, все, как бы, в совокупности. То есть, это можно говорить даже о неком общем собственном развитии, которое способствует, в том числе, и тому, как ты ведешь свое дело, и как ты развиваешь свой бизнес. Да, да. Ну, не то, чтобы дать какие-то рекомендации, но сказать о том, на что стоит в Кировской области обратить внимание, по сравнению с теми регионами, которые там, в которых вы работаете, которые более активно развиваются. Что, на ваш взгляд, нашему региону не хватает, что можно добавить, что, может быть, исключить? Ну, несомненно, то, что не хватает, действительно, понятия пиара, да, и раскрутки понятий, как бренда, как бы, Кирова, который, действительно, там, его не увидишь даже в программе «Погода», там, ну, то есть, все равно мало новостей, что-то еще, то есть, какие-то события позитивных. Ну, с одной стороны, я вижу, что какая-то, ну, сейчас новая какая-то программа, и сказочные игры, и стабенские огурцы, там, ну, пока все еще в таком, я так понимаю, определенном становлении. То есть, и мы, в общем-то, во всех этих проектах участвуем, ну, и как бы и будем продолжать. Мы считаем, что это, ну, дает определенный какой-то позитив, но я думаю, что это не быстро все, конечно, может произойти. Ну, вы уже в самом начале программы, я задал вопрос, не уйдете ли из Кирова, вы, собственно говоря, сказали, что не уйдете, и еще раз вернусь к тому, что, что нас ждет тогда, ну, может быть, не в Кирове, но в целом в индустрии развлечений, какие сейчас новые тенденции, что ждать, чему будем удивляться? Ну, тут сложно, как бы, все равно все идет, с одной стороны, каким-то цифровым технологиям, то есть, вообще, мир, если говорить о том, да, то есть, это и цифровое телевидение, и цифровое вообще там, то есть, вот, ну, скажем, сейчас мы работаем, скажем, по звукам с компанией MyerSound, самое сильное, самое продвинутое, то есть, ну, скажем, вот сейчас, опять же, проект, который рассматривается для Кремлевского дворца съездов, то есть, это фактически, ну, такие технологии, которые позволяют, скажем, одним нажатием кнопки перестраивать звук, там, в один день, может быть, рок, следующий, там, классика, то есть, это настолько уже умные, как бы, то есть, это не просто, как бы, колонки, они отстроены. Мы сейчас вот с таким, ну, не таким, может быть, чуть прочим комплектом организовываем концерты, вот, с Лепсом, у нас сейчас идут тур большой у нас с Киркоровым, 1 апреля, вот, мы работаем в Астрахани, опять же, 9-й уже концерт. Ну, в Киров не приедет. Ну, пока не знаю, ну, вот летом, если кто будет отдыхать в Болгарии, то это Бурга, Сварна, Пловди, в Софии, даже вот мы едем с ним в Будапешт, будем в Сочи, будем в Ялте, то есть, вот, ну, вся наша, там, прокатная бригада готовится уже к лету, готовит ласты. Привозите в Киров, покажете, на что вы способны, хотя бы в своем родном городе. У него сейчас юбилей, 45 лет, и вот Филипп Киркоров сейчас старается вовсю. Ну, что ж, наша программа подходит к концу, я хотел бы еще раз представить нашим слушателям моего сегодняшнего гостя Андрея Викторовича Пушкарев, генеральный директор компании «Младший шоу техник». Спасибо за участие, спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Я на одном из недавних мероприятий сказал вам о том, что искренне восхищаясь тем, как вы относитесь к ведению бизнеса, тем, как вы работаете на территории, я хочу сказать в завершении своей программы о том, что вот если таких людей в нашем городе будет больше, если у них будет желание здесь жить и работать, то и у всех нас, у жителей этого города и области, будут и хлеб, и зрелища, о которых мы с вами и вели наш сегодняшний разговор. Это была программа «Пять слов». С вами был Андрей Усенко. До свидания. Спасибо. До свидания. Авторская программа «Андрея Усенко. Пять слов».